все мы живем в интересное время сейчас и мы это прекрасно понимаем и на земле сейчас не осталось ни одного человека который бы не слышал про войну в украине да и есть некий положительный плюс этой всей ситуации что сейчас каждый человек может сделать свой выбор кто-то говорит меня это не касается я не хочу в этом разбираться кто-то за тех кто-то за других все говорят вслух свои свое мнение и никто за это мнение его не убивает но это ситуация с войной в украине это как прелюдия к чему-то большему что ждет землю это как ну как подготовка нас к чему-то что мы человечество земли входим в некую новую эру эра войн эра недоверия эра непредсказуемости и мы это прекрасно увидели и придет время когда каждый человек должен будет сделать свой выбор и этот выбор будет не таким простым как выбор сейчас потому что как мы знаем что перед тем как наш маши вернется он придет в юрсалим на елеонскую гору но перед этим будет некое событие и одно из этих событий это война у стен юрсалима у стен точнее израиля и ничего страшного для нас не произойдет но нам будет неприятно и тогда каждый человек на земле он должен будет сделать свой выбор или печать на лбу там на руке или смерть сейчас можно сделать свой выбор можно промолчать можно говорить все что ты хочешь за кого-то за тех за других но это подготовка ну что я хочу сказать как говорил сегодня дима что нужно ценить каждый день прожитый вместе со своей семьей мы не знаем что будет завтра как сказал дмитрий и это действительно так потому что новая эра уже наступила и мы живем в очень интересное время но это начало итак можете открыть свои библии на 1 тимофея 6 главе и я немножечко хочу подвести итог того чего мы прочитали и все шесть пять глав перед 6 я выписал по одному местописанию который мы разбирали здесь на этой сцене исаак женя леон дмитрий все прилагались к этому и в 1 тимофею в 1 главе 4 стих чтобы не занимались баснями и родословиями бесконечными которые производят большие споры больше споры нежели божье назидание вере и действительно для нас сейчас это актуально потому что самое важное для нас в эти дни это назидание верой потому что верой мы можем двигать горы как сказал и шо верой мы принимаем исцеление верой мы ходим под этим небом вера и самое главное что маши я он сказал когда я приду во второй раз найду ли я веру в сердцах людей потому что вера для нас гораздо важнее чем разбираться кто в чем пришел кто когда родился кто что сказал в библии и можно углубляться углубляться и не просто углубляться а искать поводы для спора это не есть хорошо потому что найти повод для спора в библии можно всегда но найти веру в этом наша задача и так вторая глава тимофея с 8 по 9 стихи и так желаю чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи воздевая чистые руки без гнева и сомнения чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос не золотом не жемчугом не многоценной одеждой но добрыми делами украшали себя это женя читал эту главу ему ну это действительно сложная глава и действительно как сказал миша сегодня что сатана немножко извратил понятия наше понятие на мир тут написано мужи молитесь на всяком месте поднимая руки вверх насколько важно нам мужчинам молиться с поднятыми руками когда-то это было приоритет но сейчас ну нам мы можем танцевать знаете как в швеции во время прославления но это мне рассказывали историю этого не был там во время прославления не танцуют не хлопают а сидят и топают ногами ну это это максимум это 1 вверх вверх эмоции если мужчина топает ногой там в прославлении то супер значит но друзья мои на самом деле но мы это может не во всей швеции то но где то есть что я хочу сказать что мужчины мужчинам важно поднимать руки а женщинам важно делать добрые дела и конечно же мужская логика и женская есть абсолютно разные логики и я удивляюсь всегда живя с женой что насколько мы разные мы знаете ехали однажды в машине и вот все мы привыкли к тому что ходят по улице но просят деньги да и это вроде молодой человек просит я думаю я не дам ему денег пусть пойдет поработает моя жена открыла окно дала ему там деньги еще и конфетку дала я зачем она витя ты едешь на работу а ему нигде взять холодно дождь женщины на мужчинам непонятиях вот тут действительно но добрые дела которые делают женщины этим вы ну вы этим заслуживаете награду от господа а мужчины заслуживают своей молитвой подымая руки вверх хорошо 3 глава это исаак читал эту главу верно слово если кто епископство желает доброго дела желает и действительно исак интересно рассказывал все четко даже добавить нечего но там интересно идет дальше что когда выбирали епископа они смотрели еще на жену епископа чтобы она была добрыми делами ну как это было делала добрые дела но действительно муж и жена должны идти вместе рядом и нам много учимся друг у друга в четвертой главе дух же ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обольстителям и учением бесовским здесь действительно апостолу павлу дух открывал что придет время когда будут люди принимать учения неправильные учения и тогда первые апостолы мы видим сражались с этими но начатками и им было легче тогда потому что когда один человек говорил что-то не то им легче было ну ну рассказать ему как правильно максимум были случаи когда отстраняли от церкви одного но в последнее время когда мы живем есть целые динаминации которые обольстившись деньгами обольстившись непонятными учениями они идут и служат думая самому творцу но они в обольщении и тогда это было уже предсказано в пятой главе грехи 5 глава 24 25 стих грехи некоторых людей явные и прямо ведут к осуждению а некоторых открывается впоследствии равным образом и добрые дела явны а если не таковы то скрыться не могут в пятой главе действительно очень такая сложная глава была правдов про это но есть этот стих который говорит что если ты делаешь добрые дела то тебя заметят если ты делаешь добрые дела то если тебя не увидели сегодня тебя увидят потом и самое главное что господь он видит все добрые дела потому что когда мы идем на небо мы ничего не принесли в этот мир явно ничего не вынесем из него но за нами вслед идут наши добрые дела и это факт итак приступаем к последней шестой главе можете открыть если вы еще не открыли шестая глава леон прочитал на прошлом собрании до 6 стиха и я начну с 6 стиха 6 тимофею 6 глава 6 стих великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир и явно что ничего не можем вынести из него имея пропитание и одежду будем довольны тем а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти которые погружают людей в бедствие и пагубу ибо корень всех зол есть сребролюдия любя которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям немножечко остановлюсь и действительно начало 6 стих великое приобретение быть благочестивым и довольным это действительно благодать божья излитая на детей своих потому что еще экклесиаст Соломон которому дано было очень много мудрости от Бога потому что мудрее Соломона был только Иешуа и притчи Соломона читают все люди на земле независимо от их вероисповедания потому что они полны мудрости божественной мудрости и Соломон сказал что самое сказал что нет лучше для человека чем жить и наслаждаться делами рук своих это действительно великое приобретение когда ты живешь ты работаешь и ты доволен потому что имея работу конечно же нам она должна нравиться но это как это то что я знаю для себя потому что работа тем чем ты занимаешься в своей жизни оно должно приносить благословение и как мы учим своих детей тоже зависит от родителей потому что в последние времена часто слышишь наставление своему ребенку так иди в айтишники вот иди там будешь сидеть на компьютере печатать они много зарабатывают иди там стань врачом но потому что они зарабатывают много иди там будь этим мы ищем нашим детям лучшего мы хотим добра но мы очень редко спрашиваем у своих детей а хочешь ли ты помогать людям стань врачом а хочешь может быть ты сделать какую-то формулу и победить какую-то болезнь пойди химиком стань то есть не выбирая профессию по деньгам а выбирая профессию по пользе человечеству насколько это важно и актуально как это было может быть давно но сейчас это ушло сейчас мы сами иногда выбираем себе профессию там где больше платят и эта профессия нас не устраивает может быть я должен был быть химиком и изобретать формулы какого-то лекарства но я пошел в айтишники и сижу делаю на компьютере вирус коды потому что там больше платят это жизнь но написано что великое приобретение быть благочестивым и довольным и нам конечно же нужно задавать себе вопрос нравится ли нам дело которое которым я занимаюсь приносит ли оно благословение в сердце не только в кошелек не только в карман мы вчера встречались с братьями общались и мы подняли один вопрос вот вспомни себя шесть лет назад и сейчас ты раньше работал меньше зарабатывал меньше сегодня работаешь больше зарабатываешь больше но чем больше у нас заработок тем больше у нас есть расходы на которые уходят эти деньги в итоге как сильно финансовое положение не меняется но меняется наше сердце меняется наше время качественное время которое мы должны проводить со своей семьей ибо мы ничего не принесли в мир и явно ничего не можем вынести из него кроме наших добрых дел а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные похоти то есть тогда апостол павел он сражался с этим ну вот он предсказывал что скоро будет такое и как мы видим в книге откровения лаодикийская церковь полностью община состоящая из многотысячных людей потому что мы видели в деяниях что в день спасалось по три тысячи человек по пять тысяч человек и одна община она настолько отошла от бога что они сказали в себе мы богаты у нас есть деньги нам ничего не надо и господь обличал их говорил ты говоришь ты богат ты ни в чем не имеешь нужды но это не так ты гол и босс возьми у меня мазь помажь свои глаза и увидь что ты нах потому что золото и серебро мы не возьмем с собой на небо золотом и серебром мы не откупим свою жизнь только добрые дела только наша вера то что идет за нами одиннадцатый стих ты же человек божий убегай всего а преуспевай в правде благочестие вере любви терпении кротости подвязайся добрым подвигом веры держись в вечной жизни которой ты и призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями тут тут действительно есть некое наставление и для тимофея и для нас потому что мы как божьи люди мы не должны стремиться больше заработать больше преуспеть в жизни купить еще одну квартиру и конечно если все получается дай бог если это не в ущерб своей душе если это не в ущерб своей семье я знаю некоторых бизнесменов которые очень успешны но они не находятся дома у них всегда поездки и он приезжает в семью говорит о как мой сыночек уже вырос я знаю лично этого человека он уезжает очень часто домой приезжает очень редко надо ли оно каждый выбирает сам потому что мы все дадим отчет только каждый сам за себя но тут написано что убегай всего преуспевай в правде в благочести вере любви терпении кротости это действительно то что нужно нам нам не нужно преуспевать в каком-то ну слабопрениях там как лучше ответить как обидеть кого-то как что-то ну какие-то неплохие вещи нам нужно преуспевать вере в любви в терпении естественно в кротости тринадцатый стих перед богом все животворящим и перед христом перед машея шуа который засвидетельствовал перед понтием пилатом доброе исповедание завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления господа нашего машея и шуа который свое время откроет блаженный и единый царь царствующих и господь господствующих единый имеющий бессмертие который обитает в неприступном свете которого из человеков никто не видел и видеть не может ему честь и держава вечная аминь здесь говорится о том что отец господа нашего и шуа царь царствующих он откроет второе пришествие и тут также говорится о том что и шуа машеях перед понтием пилатом перед лицом смерти он не сдался он дал нам большой пример как вести себя и как не сдаваться в трудных обстоятельствах семнадцатый стих богатых в настоящем веке увещевай чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное но на бога живого дающего нам все обильно для наслаждения вот действительно богатых нужно увещевать потому что иногда нам вот как я и говорил ладикийская церковь они как-то сильно ушли в какие-то дебри что и мы сейчас видим такое как есть целые учения которые говорят если ты служишь великому богу у тебя должна быть самая лучшая машина самая лучшая квартира в самом лучшем городе мира а если ты ездишь на плохой машине значит ты наверное не тому богу служишь брат хлопая по плечу но так ли это конечно же нет можно обольститься учениями нам может показаться что это так но писание оно говорит четко чтобы мы чтобы мы не надеялись на богатство потому что написано как притча Ишуа говорил что был один купец который разбогател построил себе еще один ангар говорит наберу себе добра сделаю все еще лучше чтобы больше разбогатеть тогда бог спустился и говорил а если я заберу твою душу кому это все достанется надо ли оно тебе не надеясь на богатство оно может сделать крылья и улететь так говорит библия так нужно и нам поступать собирая себе с 18 стих чтобы они благодетельствовали богатели добрыми делами были щедри и общительны собирая себе сокровища доброе основание для будущего чтобы достигнуть вечной жизни здесь опять он повторяет что добрые дела они идут вслед нас и только добрыми делами мы можем достигнуть вечной жизни мы можем достигнуть спасения наших душ только добрыми делами и как часто мы делаем эти добрые дела задайте себе вопрос нам нужно делать их чаще от тимофей двадцатый стих храни преданное тебе отвращаясь негодного пустословия и прикословил же именного знания которому предавшись некоторые уклонились от веры опять же повторение что нужно преуспевать в вере а не преуспевать в пустословии в прикословии во всяких непонятных учениях которые не назидают вере а делают совсем наоборот как есть мем такое видео когда два человека там говорят а когда будет хорошо так уже ж было хорошо когда было ну вот помнишь в том году когда говорили все плохо вот то было хорошо а сегодня как как я пропускаю это так и мы иногда мы пропускаем пропускаем то что хорошо сейчас нам кажется что плохо а на самом деле сегодня хорошо потому что мы живы сегодня хорошо потому что есть надежда что мы сделаем доброе дело которое пойдет след за нами сегодня есть надежда и пока есть надежда это хорошо послание тимофею апостола павла 6 глава ну мы закончили и у нас onden мы и у